В Отрадном открыли современный детский сад. В нем есть все не только для воспитания, но и обучения, чему учат самых маленьких, как развивать таланты уже в яслях и когда проблема очередности в дошкольные учреждения решится в регионе окончательно. Обо всем по порядку. Татьяна Пудова. Игнату всего три с половиной года. Первый раз в детский сад без очереди и проблем. Родители удивляют, а малыши уже ищут новых друзей. Садик очень понравился. Я вообще таких ярких садов не видела. С огромным каким-то удовольствием сюда первый раз пришла, увидела. Говорю, это садик точно. Сыну тоже очень понравилось. У них будет насыщенная программа. Они будут учиться и тетрадки будут закупать. То есть готовиться к школе. Здесь есть все условия для разностороннего развития ребенка. Правилам дорожного движения будут обучать с помощью игрушек. Гордость сада, детская площадка. Здесь можно покататься на качелях, съехать с горки. Места хватит всем. К детсаду ведет новая дорога и тротуар. Дошкольные учреждения оснащены системой охраны и видеонаблюдения. Отапливается от собственной котельной. Кроме того, что для 90 воспитанников сегодня детский сад открыл двери, мы еще здесь создали 24 новых рабочих места. По инициативе Николая Ивановича Меркушкина мы открывали детские сады даже там, где формально не существовало очереди. То есть в населенных пунктах, где никогда даже в годы советской власти не было детских садов. Мы считаем главной задачей это открывать места в Ясли. И вот этот район, это точка нашего развития. На следующий год у нас сейчас мы пока провели тротуар сюда для родителей. На следующий год планируем его продлить дальше, сделать разворотную площадку и пустить сюда автобус. Сейчас в Отрадном осталось еще 400 детей, которые хотят попасть в есельную группу. В областном Минобрии сообщили, до конца года проблема будет полностью закрыта в Самаре, Сызрани, Кенеле и Красноярском районе. Татьяна Пудова, Сергей Костин, новости губернии Отрадный.